Добрый день, у нас снова собрание всевозможных коптеров, которым я весьма неравнодушен, и какая-то белая коробочка от компании LEMCOOB. На боку нарисовано крыло бабочки, здесь видим Morpho Deidamia и общее название Morphida M.A.G.COOB. Мы помним, что такая же коробочка была у глоломки Morpho Aureola, а это Morpho Deidamia. Есть еще Morpho Eleanor Octavia, Требрата Тварабата, если их можно так назвать, но давайте открывать. Опасно, мелкие детали, не ешьте и все такое. Сделано в Китае. Все тут, все тут. Инструкции естественно нет, внутри для безопасности вот такие картонки и все. Коробочка плотная, хорошая. Morpho Deidamia. Возможно, я неправильно ставлю ударение. Если есть на такие бабочек, пожалуйста, поправьте меня. Да, эта гололомка названа в честь какой-то еще бабочки, вот такой, так же как и Morpho Eleanor Octavia. В отличие от Morpho Aureola, она чуть больше, так вот, если их рядышком поставить, чуть больше, ауреола Deidamia. И если ауреола выполнена из матового пластика, то здесь пластик глянцевый, прям совсем отчетливо глянцевый. Цветовая схема, в принципе, та же, только вот фактура пластика другая. Напомню, что Morpho Aureola это гололомка, которая совмещает в себе вращение коптера и вращение скьюба. Здесь есть, так же, отдельные центры. И самое интересное, что здесь очень широкие возможности джамблинга. Причем настолько широкие, что иногда становится страшно. Я эту гололомку до сих пор не собрал, но, честно говоря, не особо-то и пытался. Да, я вечерок как-то потратил и безуспешно, и отложил гололомку на долгое время. Не знаю, когда к ней вернусь, но вряд ли скоро. И тут я увидел, продается младший брат, так сказать. Здесь также вращение скьюба, посредственно, если честно, уже отсутствуют центральные элементы, вот эти маленькие, и нет вот этого разреза, как 2х2. То есть эта гололомка как 2х2 не вращается. Ну и центр есть, и механизм не тот. Вращается как скьюб. А разрез нужен только для того, чтобы делать изменение формы вот такой страшной. Здесь этого разреза нет, и, соответственно, возможности джамблинга будут поменьше. Если вспомнить Элеонор Октавию, то там есть, как у Кловер Плюса, вращение как 2х2. Если Чиимофанк сделали очень хорошую двушку в основе своего коптера, то есть можно вот так вот вращать, то по тем видео, которые мне уже довелось посмотреть, Элеонор Октавию вращается крайне посредственно, и вот здесь вот эти элементы цепляются центральные при вот таких движениях. Их тот там уже сломал. А так, у Элеонора Октавии принцип, как вот у этого Кловер Плюса. 2х2, коптер. Но у этого коптера нет разреза вот такого, как у скьюба. Такого разреза нет. Соответственно, вот при таком движении, при вот таком вот повороте каком-то нельзя, ну, так же разрезать детальки и их сместить. Здесь же скьюбные разрезы есть, по ним можно вращать и по ним можно джамблить. Вот так. На что стоит еще обратить внимание. Внутри, вот если вот так вот повернуть, вот это ребро, мы видим вот эти вот отверстия. У Элеонор Октавии, как видно вот на этой фотографии, есть такие отверстия, ну, как у бабочки. И через эти отверстия виден вот этот элемент, который здесь вот скрыт. И этот элемент, по сути, это ничто иное, как угол. Если присмотреться туда, он трехцветный. И это угол, который скрыт. Если мы возьмем обычный Кловер Куб, вот он, вот он, внутри у него уголок черный. Но Кловер Куб, это упрощенная версия бабочки. А вот у нас бабочка, в которой вот этот уголок виден. И, соответственно, он участвует в сборке, интересно собирается, есть свой алгоритм для сборки. Я в видео по Кубу вертолету показывал, как можно собирать уголки. Здесь принцип похож. То есть в вертолете алгоритмов побольше, здесь их поменьше, но они те же самые. То есть просто чуть меньше, чем у вертолета. Соответственно, если здесь у Кловера тоже сделать отверстие и раскрасить уголки разными красками, то можно их отдельно собирать. Вот это было реализовано на Леонор Октавии. И поскольку головоломки выпускаются на одном заводе и одними и теми же людьми были проектированы, то мы видим вот эти вот отверстия внутри. Плохо видно на оранжевом, давайте на красном. На красном видно лучше. Но они также просвечиваются вот здесь. Отверстия, которые показывают вот этот уголок. Соответственно, с этой стороны оранжевый цвет и уголок оранжевый. Если мы повернем с этой стороны, тут желтый цвет и тут желтый цвет. И их можно перемещать. Более того, их можно разворачивать. Попробуем сделать какой-нибудь алгоритм, который разворачивает углы. Ну, из бабочки или из вертолета. Главное не ошибиться, заодно посмотрим, какое вращение. Потом еще будет одна особенность. Покажу. Вроде бы сейчас сделал какие-то хаотичные движения и внешне ничего не поменялось. Если их повторить на той же бабочке, делаем то же самое. То мы получим разворот этого угла по часовой стрелке, этого против часовой стрелки. То есть, как бы мы решили глаза, смоделировав уши. Здесь мы этого не видим, но если повернем, то видим, что уже белый цвет, который должен находиться вот здесь, повернулся к оранжевому. И, соответственно, с этой стороны, желтый цвет, который должен находиться сбоку, повернулся сюда. И, по сути, вот белый нужно вот так развернуть, желтый нужно вот так развернуть. И, по идее, даже без отверстий, которые есть на Eleanor Octavia, можно вот эти уголки уже собирать, поскольку они здесь уже внутри заложены. А вот эти детальки с отверстиями, они просто здесь запаяны, а у Eleanor Octavia они открыты. Да, но уголки они уже, видимо, точно такие же. Но там нет вращения, как с кьюб. Там есть вращение, как 2х2. И даже еще не научившись собирать морфо-ауреолу, да и дейдамию тоже, мне уже хочется купить Eleanor Octavia просто для того, чтобы эти три были вместе. Хотя, головоломки, наверное, будут сильно отличаться. То есть, по сути, вот этот Clover Plus, который вращается как 2х2, так же, как Octavia, он простой. Собирается интуитивно ребра, потом собираются лепестки, так же, как на обычном Clover, только проще. Поскольку движения как 2х2 дают больше свободы. Это уже из-за того, что есть возможность вот этого джамблинга дополнительного. Есть иногда даже, в принципе, форму привести тяжело. Поэтому пока там все это изучишь, подряд какое-то время. Но люди уже собирают, видимо, время нашли, видимо, постарались. Я пока нет. А у меня иногда спрашивают, когда я сделаю обучающее видео про морфо-ауреолу. Вот отвечу, что не скоро. Головоломка отложена очень надолго. А то, что я приобретаю, похоже, это лишь прихоть коллекционера, который любит головоломки. И придет время, я ими займусь. Но, как было у меня однажды с корвикоптером плюс 3х3, он продавался, я его проигнорировал. И потом он из продажи во многих местах пропал. И мне пришлось его с большим трудом покупать. Ну, возможно, мне просто не везло. Но в итоге я его выкупил и рад. Хоть и он с дефектами. Но это на производстве. Так что, дейдомия, это для тех, видимо, кому показалась ослаждовата ауреола. Здесь чуть попроще. Но, возможно, ее стоит рассматривать, как и за бандажную версию ауреолы. Может быть и не так. Я пока собирать не умею и пока даже боюсь перемешивать. Причем пока оставляю в неперемешанном состоянии для того, чтобы попробовать какие-то здесь алгоритмы для ауреолы повыводить. Все-таки основные вращения те же. Как скьюб, как коптер. Здесь нет центров. Да, вот стационарно, как здесь. Возможно, это какое-то влияние окажет. Но здесь есть одна особенность, о которой предупреждал продавец, и к которой я был готов. Если у нас повернуто вот одно ребро, то на этой же грани, вот на белой, мы не сможем повернуть соседнее. Ну, не соседнее, а противоположное. Соседнее как раз повернуть-то можно. И будет вот такой обычный джамблинг. А после обычного можно еще повернуть как скьюб, и получается полная дичь. Пока не будем пухаться. Так вот, если мы повернули вот это, то вот это повернуть уже не можем. Если мы возьмем ауреолу, поворачиваем вот это, то вот это поворачивается спокойно. Возможно, это из-за того, что здесь есть центр, а здесь центра нет. Не знаю. Но, насколько мне известно, такая же особенность и на элеонор-октавии. Что еще интересно. Если вот чуть-чуть недовернуто у нас вот это ребро, и мы попытаемся повернуть вот это, то оно встанет на место. То есть, а обратно уже никак. Поставим ровно. Чуть приподнимем. Совсем чуть-чуть. Резко ставим. И оно выровнялось. То есть, не позволяет механизм одновременно поднять еще и вот это. Кстати, я чуть не забыл, что нужно уголки вернуть на место. Надо еще вспомнить, с какой стороны они были. Хотя. Так, вот мы видим вот этот уголок неправильно повернут. И вот этот. Да. Да. То есть, вот у нас оранжевые глаза. А чтобы решили глаза, нужно поочередно вращать. На обычном коптере можно было бы одновременно, но здесь исключительно поочередно. И проверяем. Да, синий, синий. Все как положено. С этой стороны. И с этой. Более того, эти уголки можно будет перемещать по своим местам. К примеру, мы возьмем какой-нибудь простейший трицикл. И что увидим? Мы видим, что здесь вот зеленый уголок у синей грани. Его здесь быть не может. Ну, если присмотреться, там еще белый, оранжевый. Белый, оранжевый, зеленый уголок. Вот такой. Ну, и мы понимаем, что уголки переместились. Вот этот должен был остаться на своем месте. А вот эти все уже переместились. Для того, чтобы вернуть их обратно, сделаем просто зеркальный алгоритм. Вот из такого положения. Здесь я ничего не перепутал. Когда уголки не видишь, то легко достаточно ошибиться. Так, проверяем. Все на месте. Вот такая вот головоломка. Ну, поначалу вращается посредственно, но вот движение ребер, в принципе, нормальное. Глянцевый пластик вполне комфортно держать в руках, хотя вот претензий к этому матову у меня тоже было немного. Глянцевый мне нравится чуть больше, поэтому и тут у меня все устраивает. Эти отверстия слегка через пластик просвечивают. Я вот не уверен только в одном. Вот этот уголок, он, по-моему, не идет вот до сюда, где будет еще одно отверстие у Леонор Октавии. То есть одно здесь, одно здесь. Ладно. Когда приобретом Октавию, там и посмотрим. А так, головоломка. Надеюсь, что она попроще, чем Морфа Ауреола. Ну, а те, кто уже разобрался, напишите, ваш опыт будет интересен. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok